НАТО начинает самое значительное расширение военных возможностей после Холодной войны, ВПК Североатлантический альянс, НАТО Источник Такое заявление сделал Генсек Альянса, открывая заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны Брюссель, 5 февраля НАТО приступает к самому значительному расширению своих военных возможностей с момента окончания Холодной войны Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Сталтенберг в Брюсселе, открывая заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны Сегодня мы примем решение о расширении наших сил реагирования их передовой группы Кроме того, мы объявим о создании шести командных центров на территории наших восточных партнеров Эти усилия направлены на выполнение ключевой задачи НАТО Обеспечение коллективной обороны каждого члена альянса от любых угроз, сказал Сталтенберг Мы посмотрим на те решения, которые будут приниматься в Брюсселе Но исхожу из того, что подобные решения, конечно, будут в полной мере учитываться в нашем военном планировании Александр Лукашевич, представитель МИД РФ, ранее Генсек заявлял, что численность сил реагирования НАТО должна составить 30 тысяч человек Численность передовой группы в их составе — 5 тысяч человек При этом Сталтенберг подчеркнул, что все решения, которые примут министры обороны альянса о составе сил реагирования, являются исключительно оборонительными и станут реакцией НАТО на действия России в Крыму и на Украине, сказал он В то же время, по словам Генсека, альянс не ищет противостояния с Россией и не находится с восточным соседом в состоянии войны НАТО не ищет противостояния с Россией, сказал Сталтенберг Однако сотрудничество должно опираться на доверие, уважение международных обязательств и границ Реакция России Ранее президент РФ Владимир Путин назвал украинскую армию НАТОвским легионом, который преследует не национальные интересы Украины, а намерен достичь геополитических целей сдерживания России По сути, это уже не армия, это иностранный легион В данном случае иностранный НАТОвский легион, который, конечно, не преследует целей национальных интересов Украины, заявил президент Там совсем другие цели, и связаны они с достижением геополитических целей сдерживания России, что абсолютно не совпадает с национальными интересами украинского народа, уверен он 5 февраля 2015 года права на данный материал принадлежат и Тартас Материал был размещен правообладателем в открытом доступе